Всем привет! С вами Fashion Vector Design и я, Чайковская Екатерина. Сегодня мы будем рисовать с вами пижаму. Для этого берем шаблон. Данный шаблон можно скачать по ссылке под этим видео, бесплатно. И я еще сразу подгрузила в данный файл кружево. Вот такое кружево. У меня это урок из курса. Мы рисовали очень детально, подробно кружево, элементами. Это процесс не быстрый, его надо сделать аккуратно. После этого из него правильно создать кисть. И уже отправить его в свою коллекцию, как в моем случае, можно будет его использовать. Вы можете использовать любую вариацию, какую сочтете нужным. Итак, я немножечко сейчас поправлю наш манекенчик. Уберу у него руки, потому что у меня будет маечка и шортики. И теперь создаю новый слой. Приближаю. И мы будем с вами рисовать. Начну я с шортиков. Здесь такой же принцип, как и в предыдущих эскизах. Мы будем рисовать половинку. Соответственно, наша задача правильно выбрать и задать контур. Посмотрите, я сейчас... Очень хорошо, что так получилось. Я сейчас объясню, что у меня не так. Видите, у меня контур пунктирный. За счет того, что я изначально убирала руки и работала с пунктиром, то получилось, что здесь сохранилась пунктирная линия. Я ее делаю черной и убираю цвет пунктира. Это делается вот здесь. Панель образцы, панель обводка. Таким образом происходит работа с линией, которая пунктирная. Вот такая у меня половинка. Пижама простого комфортного кроя. Не люблю, когда они слишком сложные, в них неудобно существовать. Ведь белье делится, в принципе, на два типа. Которое красивое, в котором выйти. И которое, соответственно, для того, чтобы спать. А в данном случае я все-таки сосредоточусь на том белье, на котором можно жить, в котором можно спать. Поэтому будем его делать. В общем-то, вот так. А сверху теперь мы можем сделать поясок. То есть состоит из двух половинок. А сверху небольшой поясочек. И вот у нас основа шортиков уже готова. Смотрите, если белым цветом залить. Вот они получились. И теперь та кисть, которую я вам показывала. Она может быть сюда применена. Притом, смотрите, можно менять ее объем. Вот таким образом. То есть по краю как будто бы у нас с вами пришито кружево. Что очень актуально для пижамок. Такие у нас получились шортики. И сейчас я это все сдублирую. Только слой надо разблокировать, на котором у меня шаблон. Все вместе сейчас поместим по центру. Нарисую маечку. А потом на третьем манекене это все соединю. То есть сначала рисую одну модель, потом рисую другую модель. И если... Вот, кстати, очень хороший пример. Когда у вас комплекты. И вы рисуете технический эскиз. То вы должны нарисовать сначала технический эскиз одной модели. Потом технический эскиз другой модели. А потом уже дополнительно показать, как они вместе будут смотреться. Потому что отшивать и конструировать их будут по одиночке. Так, теперь мы будем рисовать с вами маечку. Это у меня будет маечка. Опять же рисую половинку. И вот такой средней длины. Видите, вот здесь я сделала такой отступ, чтобы туда сейчас разместить кружево. Вот она у меня получилась. Мне теперь нужно сделать зеркальное отражение. Ставлю сюда точечку. Нажимаю shift, alt. Скопировалась. Вот. И майка у меня будет из единого полотна. Мне нужно его слить окном. Обработка, контуров. Здесь у нас слияние. Вот так мы слили. Теперь я провожу линию. И эту линию делаю кружевом. У нас там было 0,5. И здесь тоже линию и кружевом. Так, вот это тоже частый момент, когда кружево смотрит в определенную сторону. Тогда мы его сейчас раззеркалим, чтобы оно сюда правильно вело. Либо же можно вытащить раппорт, взять раппорт, перевернуть его, закинуть туда, создать новую кисточку. Сказать, что окей. Так, уголочек, так, ага, окей. Все. Вот здесь мы сделаем. И вот таким образом. Теперь я могу его подстроить. Немножечко с одной стороны подвинуть. И с другой стороны подвинуть. Вот такая штучка у меня получается. Что я еще буду видеть? Я еще буду видеть, что у меня находится сзади. Вот так. Это надо убрать на задний план. При этом немножечко сделаем выгиб. И тоже надо сделать кружево. Поскольку у меня это созданная кисть. Кисть позволяет в разные стороны и разные изгибы повторять. Соответственно, это все должно уйти назад. Вот таким образом. Здесь у меня будет видна отделку. По низу изделия будет пунктир. То, что там есть отстрочка. И по краю проймы тоже будет сделан пунктир. Потому что она будет таким образом сделана. Так, так. Итак, задаем пунктир. И можно залить цвет основ. А вот. У нас получилась верхняя часть. Сгруппировываем это. Это. Сгруппировать. И вот уже теперь мы можем это комплектиком совместить. Посмотреть, как это будет выглядеть. Вот такой у нас получился комплект пижамки. И следующим этапом вы можете это выбрать. И уже здесь залить другим цветом основы. Например, она у вас может быть в основе серенькая. При этом с черным кружевом. Либо, может быть. Сейчас. У меня направление. Либо, может быть, черное, например. С бордовым кружевом. Но это как вариант. Сейчас по цвету. Снова черное. А кружево. Мордовое. При этом, когда мы рисуем черным, желательно цвет контура делать средне-серого цвета. Тогда его будет хорошо видно. Смотрите. Чтобы было видно контур. И от строчки тоже показывает. Потому что черное на черном не видно. И средне-серый цвет будет более актуален. Либо можно черное с черным оставить. Или с серым. Это уже вариация на тему того, как больше по дизайну нравится. А вот такие штучки у нас с вами получились. Здесь нам нужно поправить немножечко. И эту часть тоже сейчас поправим. Потому что там идет другое направление. И нам нужно, чтобы оно было в правильном направлении. Вот так. Единственное, что я не доделала. Вот эта часть. Там должна она быть. Она должна иметь тоже заливку. Потому что это спинка. Вот так. И здесь тоже. Так вот. У этой части не должно быть заливки. Вот. Тогда она смотрится более полноценно. Конечно же, можно теперь добавлять рукава. Можно добавлять дополнительные декоративные элементы. Но это как вот такой пример пижамки. Которые можно создать. Притом при достаточно простом крое. Сделать дополнительную отделку кружевым. И получить более интересный вариант. Обязательно пробуйте. Делайте. С вами была Чайковская Екатерина. Если появились вопросы, пишите, пожалуйста, под видео. Пишите, чтобы вы еще хотели порисовать. И не забывайте подписаться на канал. Нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. На этом все. До скорых встреч. Пока-пока.